всем привет мои хорошие да ты тоже здороваешься да не . вот такую красоту я сегодня приобрела это пропиталум я подпишу его название как правильно пишется и вот такая вот красота чудесная просто солнечный такой же он солнечный этот краб вообще меня с просто силу с ума не всегда нравились яркие и в краб не зря мне гигантильные фалинопсисы нравится потому что у всех у них есть и краб у этот пластик такой и плюс яркость их ну а форма здесь сама говорит за себя просто на волшебный цветок и кустик такой немаленький и вот сейчас мы будем пересаживать его да не . так сюда я уже насыпала кусочки крупной коры вниз это будет у нас служить как дренаж своего рода наверное я все-таки еще чуть-чуть подсыпка антимая помощники сладко так подсыпали и сейчас мы это оставим пока в сторонку и посмотрим что здесь у нас в горшочке что с корешками с корешками у нас все просто замечательно вот такие жирные шикарные корни просто бесподобная они похожи на червячков до большие червячки вот такие просто шикарное растение очень приятно что корневая здесь такая хорошая потому что очень часто из рода капиталумов я получала но такие получала покупала и там были все пустые а здесь все тверденькие просто замечательно я хочу вытрусить старый субстрат и заодно почистить корешочки все здесь внутри есть вот они видны вот когда корни вот такие мягкие да и они такие ну видно что они уже не несут никакой функции поэтому я их просто потом буду обрывать отрезать вот эти просто замечательные и видно что они растущие вообще прелесть в общем я сейчас очищу и дальше за снимем в это в долгое видео не превращалась тут и мог и чего здесь только нет и мог и там стаканчики ой прелесть когда есть растущие корешочки это просто прелесть вот видите здесь не пойми что вообще и то есть внутри идут так как наверное все таки это как стаканчик из мха и сверху это все притрушена какой-то непонятной ты мне помогаешь да солнышко так как маме на ручке массаж вот и вот так вот потихонечку потихонечку потому что корешочки такие нежные здесь такие хрупкие все очень ломкие поэтому я как-то больше привыкла с вандами с валенопсисами но эти мне тоже очень нравится надо учиться и завести себе 3-4 сородочи зекапиталумов в общем я сейчас очищу и будем садить вместе и вот когда я уже почистила от старого субстрата там были мочалочки и мух и торф ну в общем много чего тут было намешано такие корешочки вот столько мусора получилось то есть корешков тоже достаточно было полых сухих вот и сейчас я посажу в керамический горшок и здесь уже он будет у меня надеюсь приживется корневая влазит общем я на долгие года его хочу сюда посадить замачивать не буду буду проливать потому что емкость большая вот и надеюсь что мы с ним подружимся и он не будет кстати в керамике в керамике так быстро просыхать как бы просыхал в обычных пластиковых горшочках и засыплю я его так как он был совсем в таком прям болоте там можно сказать и при этом корешки хорошие замечательно я подготовила ему самую мелкую архиату это вот 36 миллиметров ой господи миллиметров и совсем она мелкая такая сейчас я засыплю этой архиата и все больше никаких там манипуляции проводить не буду не буду не мог добавлять ничего вот как а я уже в эту архиату садила какой-то дендробиум мори даун по моему даун мари этот который белый с оранжевой губой и отлично настолько быстро запустились корешки но и рост и все замечательно все хорошо кстати корешочки тоже похожи этот пропитала и сейчас вот этот мы также засыпем сейчас на ниточку так засыпем здесь насколько я знаю опрыскивание он не любит супер яркого солнца тоже не любит как и все орхидеи кино при этом и не любит чтобы субстрат пересыхал то есть надо постоянно держать его во влажном но не в болоте как я говорю вот сейчас сейчас и ниточка сейчас мы досыпем уже плохо теперь я сейчас рукой добавлю вот такая будет красота я корешки засыплю и чтобы рост и никакие не углублялись и в пазухе ничего никакая водичка не застаивалась такая вот необычная орхидей к и вот такая красота получилась вместо достаточно чтобы расти дальше и архиат разлагается очень медленно при этом то есть в принципе раз в три раз четыре года можно пересаживать если у вас орхочки растут в архиате не каждый год вот если конечно мог мог очень быстро засаливается и его лучше пересаживать раз в год архиату можно пересаживать раз три года такая красота получилась вот такой вот кустик замечательной и вот такие солнечные чудесные цветочки цветочки конечно просто неописуемой красоты вживую очень мне нравится очень яркий аромата я не чувствую я не знаю пахнет он или нет может завтра на солнышке проявится аромат такие вот прям глазки смотрят куколка такая в юбочке с короной на голове такая красота всем спасибки до новых встреч